Доброе утро, уважаемые телезрители! В студии Дмитрий Шакуров. В ближайшую четверть часа, а затем и весь день, в прямом эфире работает проект «Союз Онлайн». Сегодня общий церковный праздник – День Православной Книги. Напомню, первая датированная печатная книга на Руси, изданная диаконом Иваном Федоровым «Апостол» вышла в свет в 1564 году, 14 марта, по новому стилю. В век интернета и визуальных устройств можно смело утверждать, что книга пусть не выиграла, но отстояла право быть неизменным спутником человека по жизни. От многих приходится слышать, что гаджет, каким бы дорогим он ни был, никогда не заменит тепло книжных страниц, тем более, если на них отпечатано вечное слово евангельской истины. В этот утренний час мы продолжим знакомство со старинными книгами, чья жизнь в руках человеческих перевалила за столетний рубеж. Вот именно о руках наших братьев и сестер несколько слов. Раньше руки зачитывали, затирали книги до дыр. Ныне тысячи людей в России страдают синдромом большого пальца Нинтендо. Название этой болезни дала популярная компьютерная игра. Наверное, всем нам надо пожелать друг другу в день православной книги вот этих именно дыр, пусть не на всех изданиях святоотеческой литературы, но хотя бы на своих домашних молитвословах и Евангелии. Ирина Пономарева продолжит. Ее собеседниками стали юные прихожане храма Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге. Повторю, речь пойдет о старинной православной книге. У меня журнал «Странник», духовный журнал, в частности, в котором рассказывается о гонениях на христиан. И эта книга 1892 года. Эта книга была тоже читаемая, зачитывалась прямо до дыр. То есть очень ее читали. И на одной из страниц мы можем наблюдать свечку. То есть это вот свеча, то есть человек, который ее читал, вложил ее, и она лежит с 19 века. То есть свеча, если ее даже взять, то есть можно ощутить связь тех времен с нашими. То есть это очень старая свечка, и то есть видно, что человек эту книгу очень любил и читал. Следующая книга, она о житии Марии Египетской. Точно так же, конечно, сохран у нее уже менее лучший. Дата издания 1880 год. И также, на самом деле, многие книги, которые были изданы еще более века назад, они уже не сохранились. Но люди, видно, постарались и сохранили. И также заметно, что, несмотря на гонения христиан и то, что истребляли духовную литературу, люди не переставали верить в Бога и продолжали читать духовную литературу. И книги действительно были востребованы, особенно такого религиозного направления. Ты сам читаешь духовные книги? Духовные книги, конечно, читаю. Какая любимая? Любимая? Ну, сейчас я заново начал, конечно, Новый Завет читать. И Евангелие. Также Псалтырь время от времени на церковно-савянском языке. Вот самая главная проблема кожаных переплетов – это мыши, которые тоже хотят есть. Вот эта Библия, буквально зачитана до дыр. Она принадлежала к отцу Алексею, начало 20 века. Библии не издавались до 1947 года. То есть эту книгу сквозь все гонения пронесли, сохранили до наших дней. У тебя есть собственная Библия? Есть. Читаешь? Редко, но мы у нас в школе на законе Божьем, а мы читаем каждую неделю, несколько раз в неделю дома. Вот то, что задают. Вот это требник сельского священника 1863 года. А что такое требник? Требник – это священническая книжка, где все требы, то есть молитвы, все по ним священники служили. Вот что интересно, здесь страницы были утеряны, и поэтому священник сам своей рукой дописал нужные страницы. Также сами странички, вот из-за того, что часто читают, здесь краешки темнеют, и сами края страниц, они быстро рвутся, поэтому здесь вот такая приклеенная. Следующий экземпляр тоже очень интересен, тоже он начало 20 века, середины 20 века. То есть это воссозданный также на различных листах Новый Завет. Если мы его откроем, то мы увидим, что он обрывается на Евангелие от Луки. То есть все предыдущие Евангелия до Евангелия от Луки, они были утеряны, видимо, непонятно в каких обстоятельствах. Возможно, это как раз было время гонений. Человек смог сохранить вот эту маленькую часть, а все остальное он вручную переписывал. То есть человек не боялся хранить вот такую книгу, тем более ее воссоздавать в то время, когда за это действительно могли серьезно наказать. То есть тоже обложка выполнена вручную. То есть тоже это какой-то картон, но мы не видим его внутри. То есть тоже очень бережно сделан форзец книги, то есть обтянут кожей. То есть очень действительно интересный экземпляр. Но опять же познакомиться с тем, как люди бережно сохраняли то, что дорого душе. Вот. И самый такой интересный экземпляр, он хотя самый молодой из всех, но тем не менее он очень глубоким смыслом наполнил. То есть он датируется в 78-м годом. То есть если мы откроем последнюю страничку, мы увидим, что здесь вот дарственная надпись на молитвенную память Ирине от многогрешной Анны, в 78-м год. То есть как мы предполагаем, это книга, ну не книга, точнее, это сборник молитв, которые человек, которые читают над человеком, которые сам человек читает перед своей смертью. То есть как мы предположили, какая-то благочестивая бабулечка, чувствуя уже приближение конца, переписала самые важные молитвы перед смертью, да, и подарила, к сожалению, мы не можем понять кому, то есть какой-то своей знакомой Ирине на молитвенную память, чтобы она ее душу поминала. То есть тоже книжка, конечно, ну вот, сборник молитв, он очень потрепан, но тем не менее, если мы его посмотрим, опять же, человек очень бережно переписывал все слова молитв и очень ровно. То есть тоже человек по-настоящему всю душу сюда вложил. То есть это, конечно, не на компьютере напечатать, на кавиатуре. То есть вот именно вот эти экземпляры, они важны тем, что детям, даже не детям, даже взрослым показать, то, с каким глубоким внутренним трепетом люди относились к вере, то есть к словам божественным. Я тут почитал очень интересную книгу философа Дидро, которая очень манила дворянский род, в основном, который, в принципе, умели читать, датировано 1882 годом, философ Дидро – это французский философ, который был современником и другом Екатерины Великой. Вот они часто переписывались, и он постоянно подталкивал ее к тому, что не стоит стоять на месте, нужно обратить взор на Европу, и вот такими суждениями и хождениями внутренними он ее постоянно подталкивал к мышлению европейскому. Вот. И почему именно эта книга предвещает революцию? Потому что у него были некоторые, скажем, такое мышление, что власть монархии, она не совсем правильная. То есть надо где-то делиться, где-то советоваться, и лучше прибегать к конституционной монархии. Вот. И эта книга зачитывалась, вот с того времени, как издалась, она зачитывалась, ну, чуть ли не до дыр, и тут очень-очень-очень много где подчеркнуто именно таких каверных вещей. Ну, допустим. Дидро взялся за такую тяжелую работу. На это есть только один ответ, потому что для любопытного ума этого деятеля были привлекательные порочные стороны человека, его натуры, то есть самая постыдная сторона. То есть философ, он был таким очень своенравным и своебольным, что, в принципе, не могло допустить. Не то чтобы допустить, а в слоях русского населения это привлекало волну такую, которая привлекала к своей воле. У нас есть уникальные издания. Мы знаем, что в 20 веке Слово Божье было под запретом. И люди не только переписывали от руки, но они еще, когда появилась печатная машинка, они все это своими руками набирали. И у нас есть самый настоящий самиздат. Но вот не тот самиздат, к которому мы привыкли, когда это обязательно какое-то антисоветское произведение, Сахаров, Солженицын, а самиздат христианский, когда люди своими руками набирали акафисты, тропари, кондаки. И действительно, по этим страничкам видно, что эта книга сопровождала человека всю его жизнь. Кроме того, когда была возможность, использовали какие-то нелегальные каналы и привозили сюда зарубежную литературу, изданную русской православной церковью за границей. Вот, в частности, журнал «Вечный» аж за 1948 год. Видите, для сохранности, вот такой вот советской явно, клейкой лентой, чуть ли даже не скотчем, соответственно, вот эти вот странички у нас были сохранены. Вот эта книга, она особенно ценна и дорога, потому что вот видно, что человек, по-настоящему верующий человек, вот всё, что относится к христианству, он сюда собрал. Каждую маленькую детальку, каждую какую-то выжимку из газет, он просто брал и вырезал, чтобы убедить самого себя, что религия может быть востребована. Вот смотрите, вырезка культуры и религии, о том, что Жуковский и Пушкин были верующими людьми. Маленькая заметочка о том, что архиепископ антиохийской церкви разоблачает израильскую военщину. Оказывается, архиепископ может быть тоже современным и действовать так же, как действовало советское правительство. То есть вот благодаря этим маленьким заметкам мы видим, как человек, он сохранял для себя христианство именно как вечную ценность, потому что здесь и древние странички, древние иконочки собраны, и откровенно, смотрите, уже совсем какие-то почти утраченные странички. Но и вот те маленькие вырезки, которые ему, самому этому человеку, помогали убедиться в том, что он на правильном пути, и христианство – это вечная ценность. Ну и, конечно, очень хотелось бы, чтобы в наш век, когда литература духовная издается на хорошей белой бумаге, большими тиражами. Вот эти книги, которые я держу в руках, они тоже были когда-нибудь зачитаны до дыр. Чтобы их странички тоже стали черными, чтобы их обложечки, они потемнели, и это было бы доказательством того, что книга действительно отслужила свой век, что она нужна людям, чтобы на нашем поколении история книги, история православной книги, она не закончилась. Ты любишь сама читать? Люблю. Какие? Ну, Шолохова, например. Шолохова, наверное, больше всего. В интернете читаешь или настоящие? Настоящие. Почему? Ну, это намного удобнее, и глаза меньше болят. И это, не знаю, как-то душевнее, что ли. Сидишь, перелистываешь странички. Это интересно. У тебя, дома, есть такие книги, которые тоже были бы такие зачитанные, зачитанные? Навряд ли. Прям так зачитаны. Ты не очень сильно любишь читать настоящие книги? Настоящие книги я время от времени читаю, но что прям так увлекаться книгами? Такого, наверное, нет. Ну, конечно, не так часто читаю, но все же, когда попытаются статьи интересные, ты все равно хочешь найти ссылку на это. Правда это или нет? То есть, как читатель, который читает не абы как, а вдумчиво, чтобы подтвердить подлинность данной цитаты, допустим, все равно тебе как-то хочется обратиться больше к книге. Когда ты берешь именно книгу в руки, когда ты можешь ощутить ее, когда ты можешь понюхать запах этой, допустим, древности, это все равно такое непередаваемое чувство, нежели просто взять гаджет в руки, посмотреть там, что-то прочитать. Это совсем не то. Уважаемые зрители, сегодня общецерковный праздник, День православной книги. И вместе с «Седмицей крестопоклонной» он станет главной темой прямых эфиров проекта «Союз онлайн». Спасибо вам за внимание. Сегодня еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok